В эфире телеканал Айтон ТВ, программа «Тема дня». Веду ее по-прежнему я, Александр Гурарье. Сегодня исполняется ровно 40 лет со дня знаменитой операции «Энтеби», которая позволила израильским командос освободить, точнее, израильские командос освободили в результате этой операции заложников, которые арабские террористы захватили на борту французского авиалайнера. Мы беседуем с военно-политическим обозревателем Алексом Векслером. Алекс, здравствуйте. Здравствуйте, тезка, здравствуйте. Алекс, как это было? Как получилось, что маленький Израиль, маленькая группа бойцов спецназа совершили операцию, которую до сих пор изучают во всех учебниках, в ведущих учебных заведениях спецслужб? Знаете, действительно была невероятная операция по своему успеху, по своему выполнению, исполнению на расстоянии до 4000 лет. По дерзости? Да, маленькая группа. И 4 июля 2016 года мы отмечаем вселетие со дня операции освобождения заложников в Венгрии. Кстати, еще один праздник сегодня. 240 лет независимости Соединенных Штатов Америки 4 июля. А 40 лет назад американцы в шутку говорили, восхищаясь нашим подвигом, что мы украли у них великий праздник. И действительно, мы украли у них праздник 200-летия Америки, американской независимости. И в этом была большая праздник, так как весь мир, как друзья, так и враги, кто с удивлением, кто с восторгом, восхищением, а кто со страхом и ненавистью, наблюдали за тем, что сделало еврейское государство для освобождения заложников своих граждан, захваченных террористами. На всех теле и радиоканалах, на всех телетайпных лентах, новостях, в специальных выпусках газет, которые вышли во всех странах мира, практически в странах наших недругов тоже. Не шел разговор о 200-летии Америки, это большой праздник, 1976 год, 200 лет Америки. Все говорили об Израиле, об израильских героях, которые совершили перелет более чем в 4000 километров во враждебную африканскую страну. В Уранду совершили на вражеском аэродроме слепую посадку ночью, вели на одной бой, уничтожили террористов и освободили заложников. Кстати, с минимальными потерями, надо сказать. Один убитый, к сожалению, это был командир спецназа генштаба, 30-летний подполковник Йонатан Геонинотанияу и один раненый, тяжело раненый в позвоночник десантник Гершко. Вы знаете, такого рода операции с потерями с одним убитым и одним раненым, тогда, когда планируется в генеральных штабах такого рода операции с куда большими процентами потерь, и 15% потерь среди заложников и среди участников могли считаться успешными, потому что 85% заложников спасли. В данной ситуации, так сказать, было со стороны заложников трое убитых и несколько раненых. Одна из убитых, Дороглох, заболевшая накануне в Эйнтебе, была помечена в угандийскую больницу и была зверски убита по приказу Идиамина уже после освобождения заложников и вылета их обратно. Я хорошо помню то замечательное и тяжелое утро 4 июля 1976 года. Уже целую неделю страна жила и молилась за заложников в далекой Эйнтебе. Особенно и произошло после того, как была осуществлена накануне селекция между евреями и израильтянами с одной стороны, и пассажирами других национальностей, летевших на самолете французской аэрокомпании Air France из Тель-Авива в Париж с посадкой в Афинах. В тот момент, когда произошла селекция, мы хорошо вспомнили, что было с нами и как было с нами в те далекие времена. Но сегодня это было уже по-другому. Кстати, террористы были достаточно скромными по сравнению с сегодняшними днями. Они требовали выдачи только 55 или 56 террористов, в основном сидящих в европейских тюрьмах, а обменять их на более чем 200 пассажиров, заложников. Кстати, Тель-Авив не шел на это, но в Париже и в других европейских странах были готовы вступить в форекс с террористами и в этих требованиях. В то время мы начали делать вид, что ведем переговоры, потому что начало нельзя, надо было как-то отодвинуть сроки, по которым они требовали возвращения своих террористов. Европейские страны дали согласие на освобождение террористов, сидящих в их терминах. Но в то же время мы осуществляли и готовили операцию возмездия. Все это начиналось с полетов над Эйнтеби и прилегающих территорий, разными, так сказать, спортивными самолетами, аэрофотосъемкой, опрос всех освобожденных пассажиров, анализ полученных сведений и сопоставления данных и фактов, а также обработка элементов ночной посадки на вражеском аэродроме в Эйнтеби, штурма старого терминала, где содержали заложники. Все это проходило на макете аэропорта, построенного на одной из израильских военно-воздушных баз. Непосредственно в разработке операции принимало участие приблизительно 7-8 человек. Поначалу даже планировалось участие в операции наряду с Сайрет Маткаль, спецназом Генштаба, Сан-Ханим, десантников и Галани, также участие Шаэль Тешлошесри, эскадры 13, наши большие морские десантники. Это участие эскадры 13 планировалось из-за близости аэропорта Эйнтеби, который находится на границе между Угандой и Кенией. Но пролетел представитель, скажем так, скромно говоря, МОСАДА на небольшом спортивном самолете на низкой высоте над озером, и у самолета полно крокодилов. И эскадры 13 было отменено ее участие в операции. Немножко, так сказать, юмора, но это так с крокодилами они не столкнулись. Кроме того, было необходимо найти аэродром в одном из государств, окружающих Уганду, где можно было приземлиться для заправки горючего и приема раненого в случае их большого количества. В то время только начинались пробы с заправкой и дозаправкой горючего. Но чтобы совершить перелет в более чем 4000 километров в одну сторону, нужно было заправиться на станционарном аэродроме, потому что такого рода дозаправки в водоке у нас по тем временам еще не было. Надо также заметить, что в операции принял участие Боинг, переделанный под госпиталь, в котором было оборудовано не менее 15 операционных, на случай большого количества, так сказать, раненых. Предполагалось использовать в международный аэропорт в Найроби, в Кении. В случае, если международный аэропорт в Найроби, в Кении не дал бы нам разрешение на заправку, на приземление на заправку и на обслуживание раненых в стационарных больницах, кому-нибудь бы потребовалось обслуживание, было решено, даже принято решение, вредпромировался временный и желательно бескромный захват части международного аэропорта в Найроби нашим спецназом для заправки и ухода за ранеными. Это, кстати, вблизи аэродрома с этой целью было высадено подразделение спецназа. К счастью, Кения согласилась принять наши самолеты, и это подразделение, так же как и приземлилось, было выведено оттуда подразделение десантников Цинханим. Еще другое подразделение десантников Цинханим было высажено на центральном шоссе между Кампалой и Энтеби. Расстояние между аэропортом Энтеби и столицей Уганды Кампалы порядка 35 километров. Так вот, в 33,5-4 километрах от Энтеби высадились десантники, которые перекрыли шоссе и не должны были дать возможность подкреплению и прийти со стороны Кампалы в случае, если бы разгорелся серьезный бой и было бы после подкрепления. Кстати, обратите внимание, многие об этом не знают. Я думаю, что я говорю впервые об этом, но нет секретных данных, потому что я прочел об этом, так сказать, в прессе, особенно сегодня это упоминалось. Группа Саэрит Маткаль, спецназа Генштаба, принимающая участие в операции, захватившего терминаль в Энтеби, где содержали заложники, и освободившего заложников, уничтожившего террористов, состояло из 32 бойцов спецназа и их командира подполковника Натанияу. Я повторяю, 32 бойцов спецназа. Я с гордостью могу сказать, что трех из этих бойцов я хорошо и близко знаю, это мои друзья. А еще двух я знаю хуже, знаком с ними, так сказать, общаемся. И сегодня, 4 июля 2016 года, буквально в эти минуты, как мы с вами общаемся, трое из них состоят в делегации главы правительства Бенемина Натанияу, младшего брата, их командира, спецназа Генштаба Йони Натанияу, погибшего. И они принимают участие в церемонии, торжественной церемонии возле старого терминала международного аэропорта Энтеби. И я их видел по телевизору, этих, так сказать, своих знакомых, своих друзей. Кто мог когда-нибудь представить, что через 40 лет состоится эта торжественная церемония в международном аэропорту, посвященная 40-летию операции Энтеби? Более 40 лет израильский премьер-министр, его нога не ступала земли Африки. Более 40 лет. И сегодня, 4 июня 2016 года в Энтеби, так прославившим Израиль и его армию 40 лет назад, на торжественной исторической церемонии, организованной, кстати, президентом Уганды, присутствуют многие главы государств Восточной Африки. Скажем, Кении президент, президент Руан, президент Южного Судана, премьер-министр Замбии, президент Эфиопии. Конечно, мои друзья, участники операции в Энтеби, они не знали, что пройдет 40 лет и произойдет то, что произойдет. Мне очень будет интересно с ними побеседовать, когда, так сказать, они вернутся, и как они себя чувствовали в этой ситуации, на этой церемонии, я обязательно спрошу у них. Кстати, тогда, 40 лет назад, 4 июля 1976 года, в день 200-летия Америки, мы с женой Ранаута, ну не Ранаута, это было, по-моему, в 1830 впервые, услышали по радио в машине такое сообщение, которое ждали все недели, но не представляли, что такое возможно. Никто себе не мог представить, что такое возможно. Прозвучало сообщение, мы ехали в машине, что армия обороны Израиля этой ночи освободила заложников в Энтеби, и наши самолеты с освобожденными уже по дороге домой. Вся страна, мы, ее граждане, знаете, замерли от великого чувства гордости, счастья и восторга, которые охватили, скажем так, всех, без исключения граждан, потому что никто не мог себе представить, что это возможно. В этот день мы действительно украли у Америки ее День независимости, ее двухсотлетний праздник, но я думаю, что они нам простили. В этой связи, когда я рассказывал всем тем, что происходило сегодня в Гранде, я вспомнил еще один день, 4 июля, не только День независимости Америки, не только 40 лет нашей великой, так сказать, победы, эти блестящие операции, которые до сих пор ее никто никогда и нигде не повторил. Не было такого. В том числе и Израиль ее ни разу не повторил. Да, да, и Израиль не повторил. Я недаром сказал, что по тем временам они протели 54-55 террористов за 200 с лишним заложников, 250. Потом их вкусы стали гораздо серьезнее. За одного капрала 1100. Мы, кстати, шли на это. Я хочу сказать... Вот, кстати, почему, Алекс? Я просто вот... У меня просто слетает вопрос языка. Ну, как же так? 40 лет назад Израиль гораздо менее мощное государство, с гораздо менее шикарной техникой, точной техникой, замечательной... Сегодня наши самолеты на 4, пока не выше самолета. Да, и вот почему сегодня Израиль каждый раз идет на поводу у террористов и выполняет все их условия, выпускает за одного капрала тысячу с лишним террористов, а тогда Израиль находил в себе силы для того, чтобы совершить такие героические операции. Я вам только свое, так сказать, предположение. Ну, разумеется. Сомненно, мы сегодня сильнее в 100 раз со всех точек зрения. Но специалисты наши говорили... Кстати, я вам скажу, проведение операции настаивали и были уверены в ее успешном проведении. Командующий нашими ВВС в то время Бенни Пеллет. И также, обратите внимание, министр обороны Шимон Перес был руками и ногами за операцию. Кто возражал против операции, сомневался о успехе, особенно в успехе приземления, ночного приземления, в слепую израильских самолетов на незнакомом аэродроме. Это был начальник генерального штата Мотогур. И не совсем был уверен в успехе операции, сомневался наш глава правительства Исакховин. Кстати, четыре первых самолета транспортных Геркулеция, которые вылетели в сторону Интеби, это еще было с аэродрома в Синае, мы еще тогда владели, на очень низкой высоте. Они получили приказ о том, что операция состоится уже после 40 минут полета, уже где-то в середине африканского побережья Египта был им дан окончательный приказ. В момент вылета окончательного согласия приказа не было. Я могу предположить, все-таки я хочу ответить ваш вопрос, положение в Газии, положение там. Расстояние в 4000 километров и относительная уверенность в террористах, что их не достанут и до них не дойдут, дало возможность им, во-первых, так сказать, показать, где находятся заключенные, где находятся заложники. И Диамин неоднократно их посещал, говорил, так сказать, о дружбе с Израилем и обещал им, так сказать, свобода в обмен на террористов. То есть мы знали терминал, мы знали зал, мы выстроили подобный, так сказать, аэродром, мы знали, где находятся наши люди. Мы точно рассчитали, так сказать, что возможно даже приземлиться. Из первого самолета, который приземлялся уже на скорости в 120 километров, выскакивали ребята-десантники, расставили вдоль дорожки, на которой садился самолет-осветительные огни камеры, потому что первый садился в святую, чтобы второй и третий уже садились, так сказать, чтобы он было видно, представляете? В Газе все было по-другому. Мы не знали, где находится наш капрал. Они все время были на страже, 24 часа в день. Не было расхлябанности, они нас хорошо знали. Эти, господа, нас знали уже с опытом почти на 40 лет позже. Алекс, я имел в виду не именно конкретную историю с Гелладом Шалитом, хотя, конечно, она наиболее вопиющая, но и многие другие, в том числе и сейчас. Сейчас тела наших бойцов находятся в руках Хамаса, и Израиль два года топчется на месте, пытаясь что-то сделать втихаря, отрицая переговоры, но, тем не менее, эти переговоры ведет. И таких случаев довольно много, к сожалению, в последнее время. Вы знаете, я вам могу предложить что-то с удовольствием. У меня есть ответы частичные на эти вопросы. Я честный человек, я не политик, депутат, не министр. Вас часто посвящают политики, министры. Вы можете министру обороны задать этот вопрос вполне? Правильно я сейчас рассуждаю или нет? Алло? Да, конечно. Ну, вот я вам даю, любому министру, которого вы возьмете на интервью, спросите его об этом. Я просто, так сказать, действительно частный человек, несмотря на то, что я имею сегодня ответы на эти вопросы. Почему тогда было так, и почему сейчас, так сказать. Тогда, к сожалению или к счастью, не знаю, так сказать, было правительство, за которое я не голосовал. Я никогда в жизни не голосовал за Ицхак Арабина. За Мопам. Я голосовал всегда за других. Я думаю, что вы об этом знаете, так сказать. Сегодня, так сказать, другая ситуация, другие времена, другая технология. Мы уже пошли на договор ОСЛА с 93-го года, и поэтому состоялся один режим, второй режим и так далее, и так далее. Все это, но тем не менее, мы должны и сегодня учиться у той блестящей операции, которая бы нами произвенела 40 лет назад. И еще я вам хочу что-то сказать. Я не говорю о 4 июля. Это не только праздник Израиля, 40 лет Интеби, 240 лет Америки, как я говорю, мы украли их 200-летие их независимости. 4 июля 46-го года, 70 лет назад, и за 30 лет до 4 июля 46-го года, и за 30 лет до 4 июля 76-го года произошла другая трагедия в жизни еврейского народа. Это 70 лет назад знаменитый погром в Кильце, в Польше, уже после войны, после ликвидации фашизма. Никто не пришел к этим людям на помощь, что фашизм был уже уничтожен. Но у нас было в 46-м году нашего государства, не было нашей авиации. До Польши лететь куда ближе, так сказать, чем до Интеби. Более того, я вам скажу интересную вещь, когда делегации евреев, я не даром это сравниваю, я сравниваю это как пример. У нас не было страны, не было спецназа, генштаба, не было десантников, не было других. И нас продолжали, так сказать, убивать уже и без Гитлера. И когда делегации, приятный мистер Руф, ну, ты делал больше. После погрома он нам сказал, что вы хотите, чтобы я отправил в Сибирь 18 миллионов поляков? Я думаю, что и вам, и нашим телезрителям, так сказать, все понятно по поводу его ответа. Да, но для этого мы сейчас будем на эту тему сегодня обязательно говорить. На этом наша программа еще не завершается. А 4 июля 76 года у нас была армия, у нас была авиация, и были люди, которые могли принять смелые решения, которые не на 100% могли завершиться таким успехом. Да, которые не боялись, не боялись брать на себя ответственности. Вот это самое главное. Я благодарю вас. Большое спасибо, Алекс Веслер, за этот интересный рассказ. Всего вам доброго. До свидания. Будьте здоровы, всего хорошего, до свидания.